Реакция японцев, когда я говорю, что мы переехали в Сайтама. Реакция иностранцев. А, я знаю, тот герой занял... Каким бы этот чувак не был сильным, нет, это не целую префектуру Японии назвали в его честь, а наоборот. Да, Сайтама это название одной из 47 префектур в Японии, в которую мы недавно переехали из Токио. Поэтому сегодня я немного расскажу вам о Сайтама, а также почему этого героя так назвали. Часто бывает такое, что люди посмотрели новости о Японии и начинают мне писать Вика, о боже, в Токио активировался вулкан, как вы? Япония довольно большая страна, и не все новости, которые показывают о Японии, касаются Токио. Например, Японию занесло снегом. Да, северную Японию. Центральная Япония, то есть Токио, Сайтама, Чиба. У нас даже первого снега еще не было, к сожалению. Вот на такие 47 префектуры Японии разделена. Префектура это областная единица. Вот здесь находится Токио. У каждой префектуры есть свои особенности и культура. Особенно выделяется юг Японии, Окинава. Туда лететь до города Наха 2,5 часа из Токио. А также север Японии, Хоккайдо, куда тоже час 40 минут лететь на самолете из Токио. Сайтама это близлежащая префектура к Токио, как и префектура Чиба, где находится международный аэропорт Нарита, а также Диснейленд, а также там красивое море и природа. Как и префектура Канагава, где тоже красивая природа, горы и пляжи. А также префектура Ямонаши, где находится много горячих источников, а также главный символ Японии Фудисан. Многие работающие в Токио живут в этих префектурах, в особенности в Сайтама, Чиба и Канагава, потому что жизнь здесь обходится намного дешевле, чем в столице, а ехать не намного дольше. В зависимости от места 30 минут час. Так почему же этого чувака назвали в честь префектуры Сайтама? Есть несколько версий. Первое. Создатель манги сам из Сайтама, и он назвал так героя, чтобы увеличить популярность и известность своей родной префектуры. Второе. Префектура Сайтама, так же как и главный герой этой манги, ординарная, ничем не выделяется, но при этом сильнейшая во многих аспектах. Вроде бы ничего особенного. Обычный спальный район, но при этом цены Сайтама. Снимать квартиру в Сайтама в полтора два раза дешевле, чем в Токио. Например, в Токио мы снимали квартиру в 43 квадратных метра, которая стоила нам в месяц полторы тысячи долларов. В Сайтама же мы сняли целый дом в 77 квадратных метров за тысячу долларов в месяц. Поесть в ресторане тоже будет немного дешевле. Допустим, в Токио на одного пообедать будет стоить от 12 долларов, в Сайтама это 7-8 долларов. Природа Сайтама. Тут очень много полей, где выращивают рис. Из овощей тут популярна разная капуста, лук-порей, дайкон, а также сладкая картошка с ацимайму. Из ягод клубника и голубика. Сегодня отличная погода, поэтому я пришла к полям посмотреть, что растет и поняла, что сейчас же зима, ничего не растет почти. Не знаю, что это, а вот здесь, по-моему, виноградные деревья. Беру свои слова назад, это не виноград, это что-то другое. По-моему, это груша была написана. Вот так вот ее выращивают, интересно, чтобы было легче снимать. Немного покажу вам место, где я живу. Вот такая вот тишина, старые японские домики, огородики, птички поют. Красота, чистота, очень мало людей. Меня часто спрашивают, где все люди? Это же Япония. Почему так мало людей? В жилых районах, в спальных районах, как этот, людей очень мало даже. В любое время суток очень мало людей на улицах, потому что люди в домах или на работе. Поэтому, да, людей всегда вот так вот мало. Это правда, что в Японии есть так называемые гомияшки. Это дома, полностью забитые мусором или заброшенные дома, где люди живут просто, ну, не выкидывая мусор годами. Посмотрите на это. Я такое очень часто вижу. Это не редкость. Это все банки от пива. А вот это, это что-то жгут. Да, в Японии, в деревнях тоже жгут что-то постоянно. Также в Сайтама есть горы и горячие источники. Например, популярные для природного туризма горы Чичибу, грампинг в горах Ханно, а также единственный в мире парк Мумитроля. До Токио очень близко. Знаете, Токио довольно вытянутый по своей форме, как такая котлетка в гамбургере. И вот Сайтама на нем сверху лежит, как сыр на котлетке. Поэтому, в отличие от Чиба, которая довольно из странной формы, если где-нибудь жить в Чиба на окраине, то будет очень долго добираться до центра Токио. В Сайтама почти где бы ты ни жил, будет не так уж и далеко отъехать до Токио. Безопасность. Это, наверное, одна из сильнейших фишек Сайтама. Жить в Чиба или Канагава тоже дешево, тоже близко до Токио, там тоже есть природа. И пляж есть, чего нету в Сайтама, а также в Чиба есть аэропорт. Но, как бы я ни любила пляж, я бы никогда не выбрала себе для жизни в Японии домик у моря. Префектуры, у которых есть выход к океану, в большем риске сильных тайфонов, а также цунами, а также сильных земтрясений. Неважно, где произошло земтрясение, трясти будет сильнее у берегов Японии, а не в глубине. Поэтому Сайтама, особенно север, считается безопасной. Тут редко бывают сильные земтрясения. И еще один плюс проживания в Сайтама, тут не так уж и много людей, всего лишь 7.3 миллиона. В Токио это 13.9 миллионов. Почти в два раза меньше. Минус жизни в Сайтама, первое, это, конечно же, то, что это не Токио, тут меньше движухи и новых каких-то вещей. Из чего вытекает второй минус, нужно иногда в Токио ездить, что не так уж и дешево, потому что проезд все-таки ехать далеко. И третий минус, самый большой для меня, аэропорт, который находится в Чиба, теперь до него еще дальше ехать. Из Токио было тоже не очень близко ехать, из Сайтама еще хуже. Мои первые 4 года в Японии я прожила в Сайтама, потому что у меня тут была языковая школа, где я училась, а также первые 2 года университета. Вернулась в свои из Токио. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Увидимся еще, всем пока! Сайтама Жакета 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 и смешаться Великом Ребята